Продолжение следует... Террор отнюдь не был хаосом. Он был хорошо отлаженным и продуманным механизмом, который, как и любой механизм, имел своего создателя. Его имя известно. Яков Свердлов. Второй человек в государстве после Ленина. Сегодня его портрет, созданный в жанре социореализма, рассыпается на глазах. Что же он скрывал от нас? Что мы увидим под ним? Служебная записка товарищу Сталину от Наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды. 27 июля 1937 года при вскрытии опечатанного кабинета был обнаружен сейф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от сейфа утеряны. Вскрывал находку специально доставленный в Кремль прямиком с тюремных нар опытный вор-медвежатник по прозвищу Шнырь. Сейф был заковыристый. Шнырь, который обычно щелкал их, как орехи, провозился с этим больше двух часов. И, надо полагать, за это время много чего передумал. Что он увидит после того, как толстая бронированная дверь наконец-то откроется? Невольно вспоминалась легенда, которая ходила в тюрьме. Якобы после расстрела царя-батюшки от его тела отсекли голову. Говорили, поместили ее в спирт, доставили сюда, в Кремль, в этот кабинет, лично товарищу Свердлову. Ведь, шептались, он и был истинным организатором того, что произошло в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Чедушный низкорослый мальчишка из многодетной еврейской семьи, который так и не получил достойного образования, стал во главе огромной страны. Созданная именно им система усмирила Россию и бросила ее на колени. Отец всех народов, Иосиф Сталин, лишь талантливо воспользовался наработками своего бывшего соседа по ссылке в Туруханском крае. Механизм уничтожения в его руках, казалось, продемонстрировал все свои возможности. Впрочем, кто знает, может быть, проживи Свердлов дольше, он смог бы раскачать запущенный им же маховик с еще большей силой. Любовь к разного рода механизмам проявилась у Яши довольно рано. После того, как юного Свердлова выгнали из гимназии за неуправляемую тягу к революционным лозунгам, он поступил на службу к часовых дел мастеру. Тут-то ему и открылся удивительный мир механики. Он чувствовал механизмы, он понимал их, он видел их насквозь. Каждую шестеренку, каждый винтик. И все же великим механиком не стал. Не стал потому, что в какой-то момент вдруг понял, что и государство такой же механизм, как и тот, что работает, к примеру, в часах. Народ – винтики, а те, что у руководства, и могут на что-то влиять – шестеренки. Но было очевидно, что ни винтики, ни шестеренки не двинутся с места, пока не придет некто и не повернет ключ, не заведет механизм. Роль этого некто привлекала юношу, как никакая другая. Так это же Яша, Свердлов. Вот это молодец. В 40-м году прошлого века на студии «Союз Дед Фильм» в рамках цикла «Жизнь замечательных большевиков» был снят фильм «Яков Свердлов». Первая попытка рассказать об этом человеке, зажатая рамками времени и обстоятельств. Сегодня этот фильм смотрится скорее комедией. Из разряда тех, про которые говорят, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но хоть что-то, хоть какие-то штрихи к портрету. Свердлов предпочитал держаться всегда в стороне. Он не выходил на передний план. Он не выступал на больших митингах. Он был оргработником. Он был таким типом закулисного руководителя большевика. А когда партия стала правящей партией после «Октябрьской лекции», Свердлов возглавил ее оргбюро. То есть Свердлов, по существу, стал вторым человеком после Ленина. Все дела партии кадровые, все дела партии финансовые, все проходили через Свердлов. Личное знакомство Свердлова с Лениным стало весьма важным моментом на пути Якова Михайловича наверх. Впервые Свердлов увиделся с Лениным в апреле 1917 года. Впрочем, Ильич и раньше много слышал о товарище Андрее. Это была подпольная кличка Свердлова. Теперь же, после того, как произошло личное знакомство, Ленин сразу понял, что ему нужен именно такой человек. При первой возможности он приближает Свердлова к себе. После того, как формальный глава государства, председатель Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета в ЦИК Лев Каменев подает в отставку, Ленин рекомендует на это место Свердлова. И этот факт становится решающим. Во многом, именно благодаря Свердлову, большевики и получают возможность прийти к власти. Хотя на тот момент они даже, по мнению царской охранки, ничего особенного из себя не представляли. Многие думают, что и исторически большевики были самой революционной, самой опасной для царизма, для самодержавия или там для буржуазии партии. На самом деле это совсем не так. Большевиков самодержавие даже не считало слишком опасными врагами. И когда историки рассматривали архивы охранки, то они мало находили документов о большевиках, потому что за большевиками не так тщательно следили, как за другими партиями. Не Сталин. Свердлов первым пришел к мысли, что кадры решают все. Несколько точечных ударов, несколько верных людей на ключевых постах, и все переменилось. Незаметно и необратимо. Та же стратегия, кстати говоря, явно просматривается и при организации вооруженного восстания. Почта, телеграф, телефон. Опять точечные удары в жизненно важные органы столицы империи. И вопрос с захватом власти решен. Малыми силами. И, в общем-то, малой кровью. Большая кровь еще была впереди. Я думаю, что при том, что он кровавый палатец, действительно, и кровавый тиран, у него были выдающиеся организационные способности. Другие партии были многочисленнее, серьезнее вооружены и более готовы к решительным действиям. Например, левые эсеры, в особенности анархисты, которых царское правительство действительно серьезно опасалось. Простой пример. Приговором для анархиста практически всегда было повешение. Большевики же, в самом худшем случае, отделывались ссылкой. Но именно в рядах большевиков собирались люди, которые обладали несомненными организаторскими талантами. Прекрасными организаторами, или, как стали говорить позднее, оргработниками, были и Сталин, и Троцкий. Но истинным гением организации оказался Яков Свердлов. Он организовал машину, которая раздавила все другие партии, в том числе даже хорошо организованную и более многочисленную партию эсеров. Вот это еще более удивительный феномен. И, кстати, на просторах всей России. Ведь удивительно, почему маленькая, малоизвестная партия стала во главе Российской империи. Свердлов на территории огромной России заставил малочисленную партию работать как отлаженный часовой механизм. Если верить фильму Яков Свердлов, то и в разгоне учредительного собрания главную роль сыграл отнюдь не матрос Железняк. Товарищ начальник Караула, вы мне как раз и нужны. Фракция большевиков покидает зал заседания. Совсем покидает товарищ Железняк. Понятно? Понятно, товарищ Свердлов. Ну, сейчас я их... Одну минуточку. Хорошо бы не сразу и хорошо бы очень вежливо. Есть не сразу и очень вежливо, товарищ Свердлов. Зато навсегда. Мало кто знает, но именно Свердлов был автором первой большевистской конституции. Именно он был председателем на том заседании ЦК РСД РПБ, где приняли решение о начале Октябрьского переворота. Более того, он, по сути, спланировал и организовал его. Он придумал институт комиссарства. Ну и, наконец, именно он ввел в моду черную кожаную одежду, которая на долгие годы стала неким почти обязательным знаком принадлежности к элите, к верхушке большевистской власти. Уже после смерти Свердлова в июне 1919 года Ленин говорил о нем. Та работа, которую он делал один в области организации, выбора людей, назначения их на ответственные посты, эта работа будет нам под силу лишь в том случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал товарищ Свердлов, вы выделите целые группы людей. И действительно, после смерти Свердлова лишь за тем, чтобы заменить одного человека, были созданы целых два ведомства. Именно так возникли Политбюро и Оргбюро ЦК РКПБ. О чем это говорит? Это говорит о том, что Ленин очень высоко ценил Свердлова, рассматривал его как одного из своих ближайших соратников, которому можно поручить самые серьезные дела, самые серьезные проблемы. Ленин был уверен, что Свердлов эти проблемы решит. Свердлов в эмиграции не был. В Швейцарии со многими другими лидерами большевиков не общался, за одним столом с ними не сидел. Как же получилось, что человек совсем не из ближнего круга вдруг оказался на столь значимой должности? Да и вообще, откуда стало известно о его талантах в области организации? А дело было как раз в том, что Свердлов доказал то самое умение решать проблемы. Какие проблемы имелись в виду? Естественно, основной была нехватка денег. Что-то, конечно, перепадало от немцев, что-то от Горького и Рябушинского, но все это было каплей в море. Именно тогда и было дано поручение на места, средства на революционную деятельность, добыть любыми способами. Называлось это красиво. Экспроприация экспроприаторов. Свердлов умел делать это, как никто не думал. У большевиков и у всех революционеров была своя этика, что можно и что нельзя делать. Большевики могли добывать деньги любыми средствами. Печатать фальшивые деньги, пожалуйста. Захватывать деньги у банков, пожалуйста. Захватить деньги и переправить эти деньги за границу на нужды партии. Можно было жениться на богатой купчихе. Одинокой богатой купчихе большевик получал поручение, начинал ухаживать за ней, женился и потом расходовал деньги этого купеческого дома на нужды большевиков. То есть не было никаких запретов на добывание денег. Слушай, Костя, надо обязательно достать 200 рублей. Ну вот. Ну попроси у отца. В последний раз очень не хотел давать. А на что я? Понимаешь, Костя, я тут на ярмарке достал такую замечательную штуку. Ну 100, можно 100. Ладно, постараюсь. Хорошо. Остальные 100 я попробую достать через Алексея Максимовича. А я только что видел Алексея Максимовича. Где? Где? Вот он. Кстати, с Горьким Яшу Свердлова связывали не только деньги, которые тот давал на революционное дело. Писатель частенько бывал в доме Михаила Свердлова, отца Якова. Дом был примечательный. Все революционные веяния в Нижний Новгород долетали именно через семью Свердловых. Однако больше всего Горький сблизился со старшим братом Якова, Зиновием. Причем так, что в конечном итоге усыновил его. Зиновий Пешков. Именно под этим именем он и стал известен. Зиновий Пешков выполнял обязанности секретаря у Максима Горького. Он сопровождал его во время поездки Горького в Соединенные Штаты Америки вместе с Марией Андреевой, где Горький занимался поиском средств для социал-демократического движения, прежде всего для большевиков. Впоследствии Зиновий вступил во французский иностранный легион, принял участие в Первой мировой войне, был ранен, лишился правой руки. Во время войны он познакомился с тогда еще молодым лейтенантом Шарлем де Голлем, будущим лидером Свободной Франции и президентом Франции. В 1923 году Зиновий получил французское гражданство. Впоследствии он был удостоен ордена Почетного легиона. Он неоднократно выполнял важнейшие поручения французского правительства. В частности, он был послом в целом ряде стран. Стоит отметить, что с семьей Зиновий Пешков отношения не поддерживал. Разрыв произошел после остро-негативной реакции отца семейства Михаила Свердлова на то, что Зиновий изменил вере отцов, крестился. Молодой человек эмигрировал. Октябрьскую революцию он встретил уже за границей, и реакция его на это событие была крайне враждебной. Революцию он категорически не принял. Кто знает, быть может, тот факт, что его родной брат Яков был в числе основных организаторов переворота, сыграл в этом определенную роль. Кстати, Зиновий и сам был весьма неплохим организатором. Это подтверждает вся его блистательная карьера. Но свои организаторские способности он предпочитал использовать в других целях. Мне кажется, что организационные способности наверное передаются и по наследству. Наверное, есть ген хорошего организатора. Другой брат Свердлова Герман чуть не попал к Сталину в немилость из-за того, что сыграл в фильме Михаила Ромма «Ленин» в 18-м году. Сыграл роль своего родного брата Якова. Герман Свердлов был младше Якова на 20 лет и в середине 30-х внешне оказался очень на него похож. Это сходство и заметил Ром. Дебютант справился с ролью «хорошо». Даже слишком «хорошо». Как мне рассказывал Михаил Ильич Ром, он прекрасно сыграл роль своего старшего брата. И это было, говорит, одна из лучших ролей в фильме. Ну, фильм по тому времени, когда был готов, просматривался Сталином обязательно. и когда Сталин просмотрел фильм, фильм им очень понравился, но в титрах были указаны главные герои. И он спросил Рома, а что там у вас написано? Роль Свердлова играет Герман Свердлов. Ему Михаил Ильич Ром пояснил, это вот родной брат. Нехорошо. Партийный работник, политический пропагандист играет, выступает как артист. Я лично думаю, что Сталин просто не хотел, слишком хорошо играл роль Свердлов. И Свердлов может быть выглядел в этом фильме лучше, чем сам Сталин. В результате все сцены с участием Германа Свердлова пришлось переснимать. В фильме, который собственно и увидели зрители, роль Якова играет профессиональный актер Леонид Любашевский. Немного забегая вперед, стоит сказать о сыне Якова Свердлова Андрея. Говорят, на детях природа отдыхает. Так это или не так, но сын Якова Михайловича, племянник четырехзвездного генерала Зиновия Пешкова и талантливого актера-лектора-просветителя Германа Свердлова поначалу был банальным провокатором. Вызывал своих знакомых и друзей на откровенные разговоры, а после писал на них доносы. В 1938 году он уже открыто надел форму. Его карьерный рост в НКВД был стремительным. Он стал следователем и проявил себя как очень жестокий следователь. То есть ему поручали дела по кремлевским семьям. Потому что он в этой среде жил, этих людей знал, и он принимал участие в пытках. По крайней мере семь человек подавали заявление и описывали допросы, пытки. И для них было большим потрясением, что одним из следователей, которых допрашивал, был родной сын Свердлова. В машине, которую запустил его отец, Андрей стал весьма полезным винтиком. Но вернемся к истории самого Якова Свердлова. Итак, откуда же руководство партии прознало о его умении решать проблемы, решать быстро и результативно. Простая бухгалтерия показывала это нагляднее всего. Добычей средств для продолжения революционной борьбы занимались многие и во многих местах. Но больше всего денег поступало в партийную кассу именно из Екатеринбурга, где заправлял их добычей Яша Свердлов. Методы были с одной стороны проверенные, с другой истинно по-свердловски изощренные. Боевой отряд РСДРП в Екатеринбурге значительно отличался от подобных структур в других регионах и прежде всего своей жесткой иерархической структурой. Формально она подчинялась боевому центру при ЦК. Но в действительности вся Уральская область была полностью подчинена лично Свердлову. Яков даже стражей порядка держал в таком страхе, что иногда они просто отказывались приезжать на вызовы. Это личное изобретение Свердлова. Он придумал такую технику, когда по ложному доносу вызывались в какой-то отдаленный стоящий дом полицейские чины и их там на пороге укладывали из револьверов. И позже уже в революцию Свердлов перешел к массовому террору. Вот такая безжалостность, такая жесткость, такая чрезмерная агрессивность именно она поражает исследовать. В организации существовали три дружины. Одна легальная и две тайные. Одна из этих тайных дружин проводила боевую работу. Ее организация была прекрасно продумана и строго законспирирована. Регулярно членам этой дружины устраивали проверки. Специальная группа боевиков надевала форму полицейских и арестовывала своих же товарищей по партии. Затем арестованным устраивался допрос. Допрашивали всерьез, не чурайся пыток. Цель подобных акций была проста. Выяснить, насколько эти люди преданы идее. Если кто-то из арестованных во время допроса ломался и начинал выдавать кого-то из своих товарищей, его убивали. Надо сказать, что методики эти, разработанные лично Свердловым, были явлением совсем не характерным даже для тех кровавых лет. большинство абсолютное большинство революционеров были противниками массового насилия. Их, может быть, и что-то вынуждало на это идти, но они не были насильниками по своей природе. Во всяком случае, они были противниками массовых репрессий. Не нужно думать, что все большевики были такими людоедами. Свердлов же, в отличие от многих других, хотя были и такие, как он, отличался склонностью к массовому и жесточайшему насилию. Настало время, когда в руках у Свердлова оказался тот самый ключ, который приводил в действие механизм работы сложной системы боевых отрядов Урала. Однако теперь он уже понимал, что это лишь первая ступень на его пути. Впрочем, винтики и шестеренки для своего следующего механизма Свердлов подбирает уже сейчас. Царская семья не зря была вывезена именно в Екатеринбург. Проверенные кровавым террором времен экспроприации боевики Голощокин, Сосновский, Ермаков, Юровский теперь занимают в местном партийном руководстве вполне значимые должности. А роль палачей им привычна. Свердлову даже не пришлось мараться. За него вопрос решили другие. Чекист, который с нетерпением наблюдал за тем, как шнырь вот уже второй час пытается взломать личный сейф когда-то всесильного Якова Свердлова, об отрезанной голове государя императора не думал. Он думал совсем о другом. Как же могло так получиться, что только теперь, через 16 лет после смерти Якова Михайловича, обнаружился этот самый сейф? То есть понятно была гражданская война, неразбериха последующих лет, просто не до того было, но все же. Ведь какие ценнейшие документы наверняка находятся в этом сейфе? Быть может разгадки некоторых весьма опасных тайн? Например, полные протоколы допросов СРКи Фанни Каплан. В руках чекистов она пробыла всего сутки, после чего ее срочно перевезли в Кремль, где еще три дня спустя расстреляли. Причем все это, насколько знал чекист, было сделано по непосредственному указанию Свердлова. А еще поговаривали, что Свердлов и был тем человеком, который подготовил и организовал это самое покушение. Ильич явно не оправдал те надежды, которые Свердлов на него возлагал. Вождь, как казалось Якову, был способен только философствовать, в то время, как сам он жаждал действий. Товарищ Андрей хорошо понимал, что сейчас пришло время получить то, к чему он так долго шел, всю власть. Но убрать Ленина с политической арены было невозможно. Оставался только один выход уничтожить физику. Я уверен, что чернорабочие партийного террора Свердлов и не только Свердлов относились к Ленину, который в то время, пока они мерзли и умирали, кстати, в Турханском крае, совершенно замечательно проводил время в Швейцарии, в Париже и в других благополучно европейских странах, черкая там что-то в библиотеке и считая сам себя великим политологом, и философом, я думаю, что они относились к нему без особых восторгов и достаточно критически. И я уверен, что, ну, не считали они, что Ленин должен быть лидером партии. Пятница считалась единым партийным днем. Представители ЦК большевистской партии выступали перед широкими народными массами. Но кто и где будет выступать, заранее известно не было. Ленин о том, что он 30 августа окажется на хлебной бирже и на заводе Михельсона, узнал только накануне, вечером 29 августа, получив путевку. Распределением же этих путевок занимался Свердлов. Более того, в полном собрании сочинений Ленина сохранилась записка от Свердлова Ильичу. Датирована она все тем же 29 числом, и в ней Свердлов пишет, что следует предупредить членов Совнаркома о том, что те, кто получил путевку, не имеют права отказываться от выступления. Тем самым именно Свердлов лишил Ленина права выбора, сделав встречу Ильича с его потенциальным убийцей неизбежной. Ленин встревожен. Его настораживает то, что в Москве нет никого, кто может обеспечить его безопасность. Ни Троцкого, ни Сталина, ни Зиновьева, ни Дзержинского. Он как раз уехал в Петроград расследовать убийство руководителя Петроградской ЧК Урицкого. Судьба Урицкого страшит вождя пролетариата. Ленин вольно или невольно начинает примерять ситуацию на себя и все больше нервничает. Тем более, что в январе на Ленина уже было покушение. Теперь мысль о том, что каждый человек в толпе на улице, каждый рабочий на заводском митинге может оказаться его убийцей, не покидает Ильича. Несомненно, всей правды об истинном заказчике покушения на вождя пролетариата, кем бы он ни был, мы не узнаем никогда. Однако, кое-какие весьма любопытные факты есть. Согласно показаниям личного шофера Ленина Гиля, выступление Ильича на заводе Михельсона началось в 10 часов вечера и длилось не меньше часа. То есть, закончилось около 11 вечера. Тогда и произошло покушение. И, соответственно, лишь после 11 вечера, после покушения, о нем могли сообщить в Кремль. До покушения о нем мог знать лишь тот, кто его готовил. Однако, вот постановление, которое подписал председатель в ЦИК Яков Сверков. Оно начинается так. Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на товарища Ленина. А заканчивается подписью Свердлова. Датой 30 августа 1918 года и временем 10 часов 40 минут. Эпизод с написанием этого самого постановления попал даже в фильм Михаила Рома «Ленин» в 1918 году. Несколько часов тому назад было совершено злодейское покушение на жизнь товарища Ленина. Десней ряды. Председатель в ЦИК Свердлов 10 часов 45 минут. Любопытный штрих. С точным временем, которое и было зафиксировано в официальном тексте воззвания, создатели фильма поднаврали. Не 10 часов 45 минут, а 10 часов 40 минут. Впрочем, главного эта ошибка не меняет. Так или иначе, но получается, что постановление Свердлов подписал до того, как в Ленина стреляли. Ну, допустим, ошибка или опечатка, вполне понятная в такой ситуации. В конце концов, не каждый день стреляют в вождя страны. Но дальнейшее поведение Свердлова вызывает еще большее удивление. Фанни Каплан арестована. Фанни Каплан допрашивают. Однако, внезапно допросы прерываются. По указанию Свердлова, комендант Кремля Мальков забирает Каплан с Лубянки и перевозит ее в Кремль. Это происходит 31 августа. Судя по отсутствию каких-либо протоколов допросов от 1 и 2 сентября и ее больше не допрашивают. Или же эти протоколы попадают лично к Свердлову и дальнейшая их судьба просто неизвестна. Известно лишь то, что 3 сентября опять-таки по указанию Свердлова все тот же Мальков расстреливает Каплан в кремлевском гараже. После тело Фанни несут в Александровский сад, где стоит железная бочка, в которой дворники обычно ждут мусор. Неудач левую убийцу заталкивают в покореженную емкость, поливают бензином и поджигают. Указания Свердлова и на этот счет однозначны. Останки уничтожить без следа. Чем иным, если нежеланием спрятать концы в воду, может быть вызвана подобная мрачная расправа не только с подследственной, но и с ее телом. А главное такая поспешность и поверхностность в следствии. После ранения Ленина Свердлов оказывается одним из первых в его квартире. И есть воспоминания Крупской такой эпизод, когда она вошла, там увидела Свердлова, она пытается его расспросить о здоровье, что там с ее мужем, что с Лениным. Свердлов первое, что ее рубят. у нас с Ильичом все сговорено. Она там подумала, что раз сговорено, значит все кончено. Первое, что он объявляет, что уже все сговорено, что он перехватывает власть. И он захватывает такую власть сразу же, какой не было у самого Ленина. То есть это и ЦК партии, и Совнарком правительства, и в ЦИК Совета. Сосредотачивает все это в одних руках. Советская историография привычно именовала Свердлова верным ленинцем, человеком, на которого Ильич всегда мог положиться, правой рукой вождя. В какой-то степени так оно и было. Свердлов считал Ленина делом рук своих. Он создал его, он сделал все, для того, чтобы тот пришел к власти. Теперь настало время для того, чтобы организатор сам встал у руля. Наконец-то вышел из-за спин своих марионеток. И никакие моральные соображения остановить Свердлова не могли. Я думаю, что человек, который с 20 лет занимался убийствами повседневно, в значительной степени многие люди для него были не людьми со своими переживаниями, слабостями, страданиями, радостями, а некоторыми пешками. И для того, кто убивал, жестоко убивал, начиная с 20 лет, устранение других политических фигур, даже близких ему, это, конечно, не проблема. Нельзя быть погруженным в убийство, в жесточайший террор, и при этом оставаться уж человеком, который так хорошо, тепло относится к своим соратникам. К примеру, Сталина Свердлов откровенно недолюбливал. Эта острая нелюбовь возникла между ними еще в ссылке в Туруханском крае, где в какой-то момент будущие видные большевики были вынуждены проживать в одной комнате. Но это пребывание совместно оказалось недолгим. Почему? Потому что Свердлову не понравился образ жизни Сталина, в частности, его капризность, и Свердлов переехал. Впрочем, надо полагать, что и сам Свердлов был далеко не подарок. Но главное и у Сталина, и у Свердлова было то, что объединяло их и одновременно ставило в позицию некой понятной конфронтации по отношению к тем большевикам, которые предпочли с ссылки в Сибирь, побег в комфортабельную и безопасную Европу. Как бы то ни было, покушение на Ленина явно не удалось. Ильич быстро идет на поправку. Через несколько дней он уже ходит и собирается снова заняться делами. Для Свердлова, который едва-едва успел почувствовать всю силу единоличной власти, это сильный удар. Выход он видит один. Новый механизм, создание которого поможет решить и эту проблему. Свердлов изолирует вождя и становится единственной ниточкой, которая связывает его с окружающим миром. Именно тогда впервые на жизненном горизонте Владимира Ленина возникают горки. Уже при Сталине они станут его последним местом пребывания на земле. Кстати, в этот раз Сталин особо не мудрствовал, решая задачу, как отстранить от власти Ленина. Метод, разработанный Свердловым, сгодился и на этот раз. Свердлов протаскивает через врачей решение ЦК о том, что Ильичу необходимо отдохнуть и удаляет его из Москвы там сначала в Большево, но комендант Мальков по личному указанию Свердлова ищет поместье рядом с Москвой и Свердлов останавливает свой выбор на достаточно уединенных и оторванных от Москвы горках. И контакты с Лениным во время этого он замыкает на себя. То есть либо лично ездит к Ленину информировать его о каких-то делах, либо пишет ему записочки, либо пересылает документы, но отбирает эти документы естественно Свердлов. Даже газеты, которые доставляются Ильичу в горке, набирают и печатают под личным контролем Свердлова. Они существенно отличаются своим содержанием от тех, что выходят массовым тиражом. Повод самый благой не беспокоить лишний раз выздоравливающего вождя. Комендант Кремля Мальков пишет в своих воспоминаниях, что он получил личные указания от Свердлова говорить Ленину, если тот будет проситься назад в Москву, что идет ремонт его кремлевской квартиры, а потому вернуться ему пока что некуда. О том, что ремонт этот давно закончен, Ленин узнал случайно и сильно гневался, осознав, что с ним чуть было не проделали. Но Свердлова это уже мало беспокоило. Его новый механизм под названием «красный террор» к этому моменту работал вовсю. разрушая старую систему и создавая новую, еще более страшную. И уж во главе этой системы никак не должен достоять кремлевский мечтатель Владимир Ленин. Руководить ее и мог только ее создатель Яков Свердлов. Сразу после покушения на Ленина из-под пера Свердлова выходят еще два документа. Постановление в ЦИК о превращении Советской Республики в военный лагерь и постановление Совета народных комиссаров о красном терроре. С каждым месяцем механизм террора проглатывает все больше жертв. В начале 1919 года Свердлов, ни с кем не советуясь, единолично принимает так называемую директиву о расказачивании. Проще говоря, одним расчерком пера подписывает смертный приговор тысячам донских казаков. то есть эта директива предписывала распространить все методы красного террора на казачьи районы, на земледельческий казачий район, в котором проживало больше миллиона человек. Причем эта директива предписывала поголовно уничтожать все антисоветски настроенное казачество. Что значит антисоветски настроенное, если они вообще не знали, что такое советская власть. Поголовно уничтожать всех богатых казаков. Но казачество было само по себе по большей частью богатым. И богатые казаки пользовались большим уважением в казачьих деревнях, в станицах. Не было противоречия между беднотой и богатыми. Стоит напомнить, что в 1918 году новая власть боролась с потенциальным классовым врагом богатеем во всех русских губерниях. Так называемая политика расплачивания проводилась повсеместно. Но по отношению к кулаку речь шла лишь о конфискации излишков земли, инвентаря и хлеба, но никак не о физическом устранении. Казаков же, по сути, приговаривали к поголовному истреблению. Районные революционные трибуналы, которые и чинили расправу, сплошь и рядом рассматривали дела казаков не индивидуально, а списками. Причем разбор каждого вопроса, решение по отдельной человеческой судьбе едва ли занимало несколько минут. Приговор же практически всегда был один. Расстрел. Его деятельность в 1905-1906 году в Екатеринбурге жесточайшая, очень похожа на его деятельность по уничтожению казачества. Такое чувство, что он перенес свою деятельность из Екатеринбурга просто вот в Донские степи. Уголовщина как метод управления целой страной. Причем очевидно, что расказачивание навредило не только людям, которые жили на Дону, но и самим большевикам. Жестокая и бессмысленная директива Свердлова разозлила нейтрально настроенных донских казаков, и они примкнули к белому движению. То есть эта директива привела к восстанию казаков, к разгрому Южного фронта, тогда командовал Троцкий Южным фронтом, и к наступлению на Москву. То есть эта директива сыграла колоссальную роль в истории гражданской войны, отрицательную роль. То есть казаки стали врагами советской власти не только на Дону, но и на Северном Кауказе, и на Урале. О том, каким взаимным зверством все это привело, сказано уже немало. Понимал ли Яков Свердлов к чему приведут его директивы? Несомненно. Был ли он сумасшедшим маньяком, который все это сделал только ради кровопролития? Нет. Слишком рациональное его действие, чтобы заподозрить у Якова Михайловича какое-либо психическое заболевание. Если, конечно, не считать таковым необузданную жажду власти или любовь к построению сложных организационных схем и механизмов. Кстати, то, что Яков Свердлов отнюдь не был сумасшедшим, подтверждает и содержимое его личного сейфа, который тогда, в 1935 году, вор-медвежатник по прозвищу Шнырь все-таки в конце концов вскрыл. В сейфе не оказалось ни отрезанной головы государя-императора, ни секретных документов, которые могли бы приоткрыть завесу над кремлевскими тайнами. Зато в нем было. Далее строго по описи, под которой стоит подпись самого Генриха Ягода. Золотых монет царской чеканки на сумму 108 тысяч 525 рублей. Золотых изделий, многие из которых с драгоценными камнями, 705 предметов. Кредитных царских билетов всего на 750 тысяч рублей. Помимо этого, в сейфе обнаружились чистые бланки паспортов царского образца, а также паспорта, заполненные на разные имена. Один из них немецкий. Выстраивая свои схемы, играя с судьбами миллионов людей, Свердлов явно не имел никакого желания проиграть вместе с ними и свою собственную судьбу. Как обычно, он все просчитал и ко всему был готов. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Два заболевания тогда, в 19-м году, были массовыми, в форме эпидемии. И они косили сотни тысяч людей. Больше погибало в больницах, чем на фронте. Это сыпной тиф и грипп испанка. Грипп этот, конечно, был страшным не столько потому, что это был слишком какой-то особый вирус, а просто потому, что после мировой войны и после гражданской войны в России была разрушена вся система здравоохранения, вся система здорового образа жизни. Предусмотрительный Свердлов уже так привык выделять себя из общей серой массы пролетариев, что никак не мог просчитать подобный исход. Рядовая смерть, банальная испанка, которая сравняла председателя в ЦИК с сотнями тысяч жителей разрушенного при его живейшем участии огромного государства. Впрочем, поговаривали, что испанка-то не на ровном месте возникла. Ведь косила она в первую очередь тех, кто не доедал, не имел возможности вовремя обратиться к врачу или был ослаблен болезнью. Питался Свердлов хорошо. С врачами тоже, надо полагать, особых проблем не было. Зато есть достаточно распространенная версия, согласно которой Яков Михайлович был изрядно избит рабочими в городе Орле. Свердлов на личном поезде возвращался из командировки назад в Москву. На станции в Орле увидел митинг, вмешался, да, видно, как-то не о том заговорил. Охрана, которая поначалу была растерялась, отбила Свердлов у митингующих и погрузила обратно в вагон. Личный поезд председателя в ЦИК на всех парах двеносых столицы. Однако Якову Михайловичу становилось все хуже. Домой он попал уже без сознания, бредил. По воспоминаниям его гражданской жены порывался встать, чтобы отыскать какие-то резолюции. Ему все казалось, что их собираются украсть и сэра. А после стал требовать к себе малолетнего сына, чтобы передать ему нечто важное. Возможно, тем важным и были те самые утерянные ключи от сейфа, в котором секретарь ЦК и председатель в ЦИК Яков Свердлов хранил почти 100 килограммов золота. Свердлов скончался 19 марта 1919 года. Ленину оставалось жить еще недолгих 5 лет. А править и того меньше. Так и не сумевший сойтись со Свердловым в Туруханской ссылке Иосиф Сталин, тем не менее, вполне сошелся с его идеями. И с теми механизмами государственного управления, а скорее государственного подавления, которые достались будущему отцу народов по наследству. А механизмы? Механизмы, как это часто и бывает, надолго пережили и своего создателя Свердлова, и его талантливого продолжателя Сталина, и тех, что пришли следом. Они проработали более 70 лет. Впрочем, кое-кто убежден в том, что некоторые из них заложены еще тогда до сих пор тиками, если не у основ отечественной государственности, то, по крайней мере, в головах многих российских граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова